Категорически вас приветствую. Рад вас видеть в новой студии. Посмотрите, какая прелесть. Я нажимаю на кнопочку, и листочек с названием нашей программы выпадает, и мы оказываемся в кадре. Друзья, прошу любить и жаловать Анатолию Федоровичу Плугару. Я возмутитель спокойствия, который будет пытать сейчас экс-министра безопасности Республики Молдова таким вопросом. Анатолий Федорович, протекционизм это хорошо или не очень? С моей точки зрения, это очень хорошо. Ну давайте, в каком аспекте хорошо, в каком не очень? Во всех смыслах хорошо. Я понимаю, что ты крайне удивлен моим ответом, но на самом деле в умелых руках, при умелых подходах это очень хорошее дело. Ну давай вспомним правила формирования различных орденов, партий, серьезных организаций. Никто никого никуда, нигде не принимал, без чего? Без рекомендаций. Вспомните правила приема в нашей родной с тобой коммунистике? КПСС. Да, две рекомендации. Причем от серьезных людей. От серьезных людей. К мне не переживали. Да, чтоб ты не накосячил. Они за тебя отвечали. Да. И что их тоже спрашивали. Так что это плохая протекция? Это протекционизм? Да, это в хорошем смысле слова. Разумеется, я пошутил. Вот в этом смысле протекционизм это хорошо. Когда ты за кого-то ручаешься, поручаешься, подписываешься, это очень хорошо. И не надо это скрывать, не надо это конспирировать. Наоборот, это надо открыто сказать, чтобы все знали, чтобы знали, что это не какой-нибудь блат. Протекционизм, наоборот. Что это не незаконная какая-то деятельность, это не хуматризм, непотизм и прочие явления, которые, как нам казалось, только в Молдове есть. Это очень серьезная, нормальная практика для решения серьезных вопросов. Мы случайно с вами сейчас не пытаемся запутать себя и тех, кто нас смотрит, потому что вы сейчас говорите фактически о меритократии. Вы сейчас говорите, что серьезные люди брали на себя смелость поручиться за какого-то человека, потому что они видели в нем определенные достижения, видели в нем потенциал решить умение и умение решать те или иные сложные вопросы. Порядочность в том числе и так далее, личные качества. А протекционизм, вот давайте рассмотрим такую ситуацию, анекдотичную. Вот анекдот. Приходит сын к папе, папа полковник, и говорит, папа, скажи, а я когда вырасту, буду полковником? Его папа полковник говорит, да, сынок, ты будешь полковником. Папа, а я генералом буду? Да нет, сынок, у генерала есть тоже сын. И независимо от личных качеств, от возможности развития, от возможности внесения положительного вклада в это военное дело, полковником будет человек, у которого может быть нет способностей руководить на этом уровне, и генералом будет человек, который тоже, скорее всего, не имеет таких способностей от природы. Но их папы создали и развили вот эту форму протекционизма и продвижения своих родственников, племянников, детей. Ну и что тут плохого? Не знаю, я вот вас спрашиваю. Вот у нас с вами, Антоний Федорович, у нас с вами первая передача, которая называется в этой студии, первая, номер один. Вот вы первый приглашенный в эту студию. Мне очень приятно с вами говорить, но вы меня поставили в дурацкое положение, потому что я хочу сказать, что протекционизм, это и хорошо в некоторых случаях, когда речь идет о протекционизме. Я тебе и отомстил, потому что, тем не менее, сложное положение поставил меня, когда я у тебя два раза спрашиваю. Игорь, что мы будем говорить? Какая у нас тема? Ты таинственно и красиво об этом все умолчал, вот я тебе решил врезать с самого начала. Ну, конечно же, протекционизм в том смысле, в котором ты задумал этот эфир, конечно, это на самом деле клановость, соучастие в преступном каком-то деянии, мафиозность, возможно, какие-то признаки конспирирования, насчет тех или иных действий, особенно тогда, когда они нелегальны, незаконны, и преследует цель, значит, заработать больше денег, чем человек заслуживает, и заработать это нелегально. Конечно, это плохо. Конечно, когда назначают, это отвратительно, когда назначают на ту или иную должность по признакам партийной принадлежности. Ты наш человек, наша партия, это неважно, ахламон-то или нет, тебя назначают, продвигают, выдвигают и защищают, спасают от тюрьмы, когда ты переступил соответствующую партию. И это, соответственно, происходит и внутри структуру, потому что если нет протекционизма внутри структуры, то потом, когда эта структура входит в систему управления государством, например, как вы сказали о партии, то, соответственно, мы можем сделать выводы, если они на государственном уровне занимаются протекционизмом в плохом смысле этого слова, это вот как с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации, в плохом и в хорошем смысле этого слова, то они, значит, и внутри партии тоже этим занимаются. Разумеется. Разумеется, вот ты очень правильный выбор сделал, что пригласил на эту тему человека, который одновременно и вместе с тобой, и с другими людьми моего-то его поколения, пригласил человека, который знает, как было тогда, при одной социально-экономической формате, при одной системе ценностей, и как сегодня получилось, и что мы имеем сегодня после 90-го, скажем так. И тогда был, назовем его протекционизм, в самой партии, ну, так называемый свой человек, вот такое понятие. И ставили, и таких продвигали, выдвигали, и поручали ответственные задачи, ответственные участки работы, но это тоже, тоже не могло просто так, абстракто, кого-то, значит, продвигать, только если человек толковый. И, возможно, это совпадало с тем, что кто-то, кому-то был спину в бане, да? Возможно, это совпадало с тем, что кто-то там, кому-то, потому что люди есть люди, и жизнь есть жизнь, кому-то помогал, кого-то устраивает, но тоже под ответственность. Вот в моей практике, ты знаешь, у меня была практика и в советской милиции. Кстати, я хотел вас не про милицию, хотел спросить. И в Коммунистической партии, в ЦК. Да, вы в ЦК работали. Вот скажите, вы попали в ЦК из советской милиции. Абсолютно уникальный случай. Как? Кто был тем, кто устроил вам протекционизм? Ну, я не знаю, если это протекционизм, хотя я чувствовал внимание этого человека и его участие в моей биографии, в моем продвижении по службе. Это Виктор Ильич Смирнов. Это тот, который, когда я ездил в район, у некоторых первых секретарей случались инфаркты. Другие, значит, по каким-то другим причинам, значит, чувствовали себя нехорошо. Я с большим уважением всегда относился и отношусь к этому человеку. Не знаю, к моему следу, жив он сегодня или нет. Да, но дай Бог за ему здоровье, если он жив. Но это был протекционизм в хорошем смысле слова, потому что я вообще впервые в жизни его увидел. Но когда вас пригласили, это предложение, которое последовало, оно было мотивировано, что вот вы там решили какую-то проблему, вы вот сделали что-то... Разумеется, разумеется. Мы друг друга не знали. Я его впервые увидел, когда... Ну, чем они мотивировали, что пригласили вас вот на такую высокую партийную должность? В военной терминологии, употребив такую терминологию, за хорошей тактикой, тактические данные. Я был неплохим начальником милиции. У меня были очень серьезные показатели. Я навел порядок в этом районе практически за три месяца. А так... Так ежедневно там собирали по 16 трупов с дороги, с асфальта, за пьянство, за рулем. Так вот, чтобы ты знал, как я это быстро решил, я за 20 с лишним года работаю в этом касте, я ни одного, употребившего спиртное за рулем, ни одного не простил. Всех лишал поговорок. Даже если звонил там какой-то вот супер-пупер начальник. Понимаешь? Ну, человек это сразу видно. Они даже не осмеливались звонить. Несмотря на то, что в районе, например, работали такие люди, как Георгий Георгиевич Картофянов, царство имени Беда. Так это друг Брежнева. И он не осмелился подойти и просить за кого-то. Однажды какой-то тракторист на второй день вышел, а у него были остаточные явления. Это Картофянов Георгиевич полная грудь. Урлен Ленина, трудового красного знаменица. Очень уважаемый человек, тем более депутат Верховного Совета СССР. Это не шутки. Но раз ты, как начальник, ты ни от кого не зависим, ты не вошел ни в какие там... Ты никого не боишься. Вот именно таким был я. Ну, зачем меня вычислил, да? Смирнов. Разумеется, была очень серьезная предварительная проверка. Хотя я был начальником милиции и проходил спецпроверку и по линии МВД, но когда решили взять ЦИКХАТа, по-новому подключили и МВД, и КГБ, и узнали всю мою родословную элизацию. А не следует ли... И только после этих проверок, после того, что посмотрели конкретные результаты работы, результаты в работе по обеспечению порядка, по раскрытию преступления, только тогда было принято решение вызвать на беседу и посмотреть, что с этим человеком, что с этим капитаном. Да, я уже майором был. Вот он меня вызвал, я его не знал, он меня не знал. Мы нигде с ним вместе не работали, с ним встречались. Он приехал... Ну так подождите, это был уже не протекционизм, это был отбор по личным качествам и по результатам. А это не протекционизм, Анатолий Федорович, тут вы попали по-другому, вы там не велись на... Это так, дай мне уточню, потому что ты сказал, что это практически... Если такой протекционизм, то почему нет? Это меритократия, Анатолий Федорович. Он основан... Да, но понимаешь, когда... Это же он предложил меня. Он предлагал. Он спрашивал, и Брадулова, министр, и где других, а что за человек, а как... Но после этого он взял на себя ответственность, потому что... Вот после этого он тоже следил за мою карьеру, что, как я делаю, какие дела, и все время, значит, я чувствовал, что он за меня отвечает. И я боялся, страшно боялся подвести. Вот если... Это может быть не только меритократия, но меритократия, плюс, может, какие-то отношения, межчеловеческие отношения. Я его очень обожал. Когда я услышал, что Гделяна Иванова в Москве подозревают его, что он взял, брал взятки там, в Узбекистане, я не выдержал. Я взял себе отпуск, взял путевку на Иссык-Куль с конкретной идеей, с конкретным планом. Собрать немножко хлопка. Да, собрать немножко хлопка. И информацию. Чтобы я выяснил, чтобы я... Это мы так... Чтобы я для себя выяснил, потому что, если это вдруг преступник меня рекомендовал, ты понимаешь, в каком я лично по отношению ко мне оказывался, не говоря уже о том, это можно было оказаться в одну секунду в качестве изгоя. Совершенно верно. Совершенно верно. И вот я взял эту путевку на Иссык-Куль, но там я практически не задерживался. Быстро к моему коллеге по Академии общественных наук, ЦК КПСС, коллега, он был зам завод дела пропаганды агитации ЦК Компартии Узбекистана. С ним поехали в Бухару. И вот эта Бухарская УВД имела 303 человека. После этого разгрома, который учинила Москва, в значительной степени по команде, потому что не все правда, что по этому узбекскому делу, это было в значительной степени и политическим делом, из 303 человек там осталось 301 человек. Два человека, 301 было уволено. И они мне говорили, вот кто брал взятки. Ни Легачев, ни Смирнов, называли мне фамилию Бессарабов, интересная фамилия инструктора ЦК КПСС, из-за такого-то другого и прочего. А Смирнова, Смирнова, какие взятки? Хочешь, я тебе скажу, какие взятки? Папки протокольные, тюбетейки, халат. А, ну это протокольные подарки, которые... Да ты попробуй откажи. Ну... Узбекской женщине, матерь... Узбекам отказать подарок, это означает обидеть их. Вот такие. И он мне... Я потом с ним встречался в Москве, и он мне со слезами... Это старый человек уже говорил, после того, что его привлекали же к ответственности, Анатолий, ну ты же меня знаешь... А я знаю, потому что мы ездили с ним вместе в район, он брал с собой кефир. Ко мне подходил Ильичинский, управляющий делами ЦК КПСС, в Молдавии, и говорит, что с этим Виктором? Он берет булки, и он рассказывал, что у того в квартире. Какие-то старые картины, какие-то старые ковры, и так далее. Вот он был один из тех, в партии тогда, было пять человек, которых называли чистильщиками. Вот такие люди вот шли в Узбекистан, в Казахстан, и прочее. Короче, я убедился, что Виктор Ильич не брал эти взятки. Если ему подносили к трапу самолета два ящика узбекского винограда, ну, ты меня извини, но это настолько серьезно. Это был заказ на Лигачева, а заказ этот сделал Горбачев, и целью, как потом оказалось, было разрушить, вот, Аксакалов, разрушить столбов того партийного государственного порядка, который существовал в СССР. Вот такой человек меня проиграл. Если я правильно вас понимаю, то вот это вот младокоммунисты Горбачевой компания, им хотелось разрушить вот эту систему ответственности за того, кого ты выдвигаешь по меретократическим принципам, для того, чтобы установить систему... Боюсь, что так. Вместо того, чтобы очистить партию, чтобы оздоровить партию, вот как раз через такие рычаги, как Смирнов, как другие, они эту партию разрушили, и вместе с ней весь здоровый элемент этой партии. Но, Игорь Георгиевич, ты не ребенок, и я тоже, слава богу, не юноша. В основном, в партийном аппарате были нормальные люди. Это была элита того времени. Дураков не брали ни в ЦК, ни в райком. Да, случалось. Случались и взяточники. Вот известные дела, которые там были. Но основная масса это нормальные люди. Это элита общества, на них все держалось. Вот основной удар был против этих. Ударили по ним, и разрушилась вся система. А вместе с ней и государство, и управленческие процессы все пошли третещины по швам, короче. Вот куда был направлен этот удар. В конце концов, на разрушение государства, которое называлось СССР. И в конечном... Многие вещи, к сожалению, я понял потом. В конечном итоге мы сейчас... Я хочу, чтобы мы вернулись к нашей теме, и вот то, что называется продвижение своих не по заслугам, в чем оно еще может проявляться негативно вот в нашем сегодняшнем обществе? Да в чем угодно. Я вот тоже на конкретном примере, чтобы не превратить наш диалог в болтовню, я напомню, а для молодежи сообщим впервые был так называемый институт резерва кадром. Да. Вот учет. Должность. Да, да, да. И, напротив, значит, минимум пять кандидатур на последующие из замечаний этих долностей. Для того, чтобы ты оказывался в этом реестре, в этом резерве кадров, ты должен был пахать, или просто так пахать. Но если ты там оказывался, у тебя был интерес, потому что ты знал на следующую долность, допустим, министра сельского хозяйства, например, то подберуть из этих пяти уже тобой... и ты знал, и это ответственность. И мы все пахали, как папа Карл, я не знаю, как лучше по-русски это сказать. Что случилось после того, что мы поменяли все? Ушло. Абсолютная безответственность. после того, что уже со середины 90-х годов, можно сказать, на руководящие должности стали попадать алкоголики, воры, эпилептики, люди недостойного поведения, скажем это так, очень мягко, и так далее, с разными... Контрабандисты, сутенеры... Кто угодно. В эволюцию Плохотнюка возьми. Сутенера на что? В эволюцию Филата возьми. С простого спекулянта, значит, бумагой сначала, а потом телевизорами и так далее, и так далее, премьер-министр, но более того, еще завербованы иностранными спецслужбами. Вот в результате того, что разрушилась эта система, вот что мы получили? Мы получили то, что мы имеем сегодня. Это оттуда. Дальше, значит, была система контроля. Этот кадр, отчасти кадр, он уж так умеет, понимаете? И вот так, если он занимал ту или иную должность, он все время боялся нескольких вещей. Первое, не дай бог, чтобы кто-нибудь для него не написал жалобу. Потому что жалобы проверялись. Да, проверялись серьезно. И проверялись очень серьезно. И ты мог оказаться и без партбилета, и без должности, а то и без свободы. И система проверки... И даже, извините, если я вас перебью, если даже тебя не посадили, но ты остался без партбилета, то это фактически иллюстрация на всю оставшуюся жизнь. Совершенно верно. Так вот, я продолжаю. А проверялось, твои дела проверялись, вся твоя работа проверялась серьезно. Я напомню, для молодежи в основном, как это все получалось. Значит, во-первых, писали в район. А в район кто? Кому можно было жалобу? Можно было жалобу в ЦРК партии, в райисполком, в районную газету, в районный комитет народного контроля, в милицию уже, в финансовый отдел и прочее, и прочее, и прочее. Ты смотри, сколько проверяющих. Если подтверждалось там, то тебя калечили уже там. Если не получалось, ты проскакивал, имея в виду блат и прочее, потому что люди есть люди, везде они, вот тот самый протекционист, на который ты меня все время возвращаешь, могли помочь, спасать. Это шло в Кишинев. Вот видишь, сколько направлений я тебе назвал на район, то же самое на республиканскую. Если республика не находила подтверждение или в одну или в другую сторону, человек был недовольным, он обращался в Москву. Я работаю в должности заместителя заведующего отдела админорганов, то есть дела по судам, по прокуратурам, по МВД, по военным и так далее. Я несколько раз ездил в Москву, я лично по поручению того самого Смирнова, вот к нему приходил доярка или рабочий, он сидел, Виктор Ильич, царство ему небесное, если его нет в живых, потому что мне сказали, что вроде... он сидел часами и слушал этого рядового человека, и пока закон не торжествовал в ту или иную сферу, оценку чего-то, он все на личном контроле держал. Так это что, плохой протекционист? Это как раз протекция права и свободы граждан, это их уважение к ним. Я говорю, я лично ездил к Теребилову, к министру иститии, к Генеральную прокуратуру, по тем или иным жалобам. Я не могу назвать их фамилии, но чтобы не было... Андрей Тович, мы прервемся буквально на... Я заканчиваю. То есть, этот кадр, которого, если вдруг... Эту кадру, или этот кадр, который вдруг кто-то протежировал, это ничего еще не означало, потому что протекция как раз... Ты должен был ее заслужить, и она тебе помогала идти по нормальной полиции. Почему? Потому что... Потому что была ответственна того, кто за тебя поручился. И того, и система, само государство не позволяла, чтобы ты сошел с правильным путем. Да. Антолий Федорович, я хотел бы спросить у вас совета. Наливай. Нечего. Не пьем сегодня. За рулем. Друзья, это первая передача из цикла о протекционизме. О всех... Ну, не о всех. Предположим, о значительной части проявлений этого явления, этого феномена. Как на уровне одной частной компании, так на уровне политической партии, на уровне государства, на уровне отношений государства с другими государствами, отношения государства к своим производителям и к своим гражданам. То есть, протекционизм в области внешней торговли, протекционизм относительно своих товаропроизводителей национальных, протекционизм В продвижении по карьерной лестнице какого-то своего доверенного и любимчика, независимо от меритократических принципов. То есть он мне предан, я его продвигаю, потому что он мне там решит что-то или наоборот, он мне позволит выполнять какие-то свои недекларируемые цели, которые я хочу достичь. Скажите, какая должна быть следующая по важности тема обсуждения и кого бы вы бы не посоветовали пригласить в студию для разговора о протекционизме? Протекционизм и или протекционизм в области и кто бы мог... Давай за пару минут мы открытым текстом подумаем вслух и мы примем решение. Вот смотри, значит, события в Подуре-Думняске. Так. Целая парламентская комиссия, 9 человек, представлявшие все фракции из парламента, пришла к выводу и все подписали, что что? Что молдавское государство захвачено. Что институты государства не в руках государства, что они служат частными интересами и так далее. Так было. Так. Позапрошлом году, в июне, второй раз, тоже парламент Республики Молдова, немножко в другом составе, но приходится... Признает тот же вывод. Тот же вывод. Вопрос. Почему никто ничего не делает в этом плане? Ведь парламент пришел к выводу, что государство захвачено, значит, по самой элементарной логике должно быть понятно, что кто-то должен заниматься решением этих вопросов, устранением этих... Это что, это страшное беззаконие. Почему никто не занимается? Ни с прошлого состава парламента, ни с нынешнего, ни с нынешний президент, тогда был премьер-министр, но никто. Кто, почему? Теперь давай с тобой вместе и определим, кого тебе надо приглашать. Другое дело, придут к тебе или не придут. Но первого человека, которого надо приглашать, это надо приглашать Майю Санду. Кого? Ее превосходительство Майю Санду, потому что она участник этих двух парламентов, правительств, была премьер-министром и так далее. Надо ее спросить, ваше превосходительство, госпожа президент Майя Санду, почему не тогда, при первом решении парламента, объявление парламента, почему? Что вы лично сделали, чтобы это все материализовать, в смысле устранить, в смысле прекратить этот захват государства? То же самое идет он. Не идет Додон, пригласите кого-нибудь из его бывшего окружения, из советников. Вот кто-нибудь либо из правительства, либо из президентуры, можно из парламента. Выберите себе в качестве жертвы какого-нибудь депутата, особенно из тех, которые тогда участвовали. В том числе и депутатов-коммунистов, которые не депутаты сейчас. Вот комиссию возглавлял этот, как его планировали на генерального прокурора, я вспомню фамилию. И сейчас вот из участников тех комиссий, которые подписали первое заключение по ПДУ Реновляска. Вот вам несколько человек, ну минимум 9 кандидатов. Приносите, невинно, как вы это умеете, с вашей фирменной улыбочкой, спросите. Ребята, а что случилось? Почему ваш парламент не сделал? Почему? А что сегодня? А что как? Вот вам клиентура. Значит, вы мне предлагаете пригласить людей, которые априори участвовали в захвате государства, и спросить у них, а что же вы не навели порядок, когда они сами появились там на вершине политического и административного Олимпа Республики Молдова в результате некорректного протекционизма со стороны своих хозяев? Вы их боитесь? Я? Да. Кого? Вы их приводите, разденьте их на глаза. Они боятся разговаривать, Анатолий Федорович. Пригласите и скажите. На сегодня пригласите. Судете? Нету этого. А почему нет? Потому что дальше у нас будет... Друзья, нас с вами ждет серия передач, когда я буду приходить, включать камеры и говорить, ну, друзья... Пригласил такого-то, который был участник, но не пришел. А вот сегодня такой не пришел. И так у нас будет список приглашенных не пришедших. Очень хорошо. А может быть, Анатолий Федорович, не пригласить людей, у которых есть жизненный опыт, есть профессиональный опыт, и которые сумеют нашим зрителям объяснить правильными словами, доступными, доходчивыми словами, что такая форма протекционизма, она хороша для государства, она хороша для людей. Такая форма плоха. И сжить ее можно так, так и так. Не просто декларативно сказать, Это декларация, это ни о чем. Мы должны выявить проблему того, как мы пришли к состоянию дел, в нынешнем состоянии дел, и пути выхода из этого болота. Пути выхода, рекомендации, алгоритмы. Значит, я не против. Пригласите вы кого хотите. Я говорю, что будет очень интересно, что 9 депутатов, экс-депутатов, которые подписали знаменитое первое заключение, что государство захвачено, спросите их, публично спросите. Неважно, придут. Неважно, не придут. Неважно, спросите, а потом спросите другие. Еще одну вещь, тоже, по-моему, это будет интересно для вашего зрителя. А спросите вы нынешнего генерального прокурора, господина Стайногова. В том составе парламента мы голосовали за ту резолюцию, что государство захвачено. Было так, в государстве, и много людей не было. Он же был по спицам плахотника. Да, он был в комиссии безопасности. Я не помню. В комиссии скультария. Я не следил. Я плохого о нем ничего не слышал. Но, судя по тому, как он двигается, лет 50 ему еще понадобится. Так у него всего-то на 7 лет мандат не успеет. Неважно. Я, к сожалению, с горечью это констатирую. Но об этом мы поговорим поподробнее. По специальной теме. Специальной передачи. А сейчас спросите его. Вы за ту резолюцию голосовали? Что дальше, господин Стайногова? А, вы отошли. А сегодня вам дали власть. Вам не кажется нормальным в вашем должностном положении поставить вопрос, а что же должна сделать прокуратура, которая надзирает за законностью в стране, чтобы притворить в жизнь, чтобы выполнить требования того самого постановления парламента, вывода парламента? А что должна с его точки зрения, потому что это уполномоченная высочайшая власть, лицо, чтобы сказать, что должно сделать МВД. А служба безопасности страна. И так далее, и так далее. Поговорите с ним. Ну, не он, я не знаю, там, пригласите Владимира Воронина. Он, кстати, был в фарламенте тогда. Да не знаю, да, вот Зидуиду Кричану, вашу любимую дамочку от социалистов, да. Или других. Я просто знаю, мы с вами общались и открыты. Поэтому смею вас немножко поддеть. Спросите, есть, есть кого спрашивать. И покажите народу, ху есть кто. Или кто есть. Ху. Да. Вот такая вот компиляция между английскими ху и кто, и русским словом кто. И такое предложение Анатолия Федоровича призвать людей, которые активно занимались протекционизмом в ущерб наших государственных интересов, для того, чтобы спросить их, а какого ху вы занимались протекционизмом, который привел нашу страну вот в то плачевное состояние. Мало вероятно, что придут, но спасибо за совет, приглашу. А следующая тема, наверное, все-таки я сам нафантазирую тему, связанную с... А вы знали, что Менделеев, Дмитрий Менделеев, он был очень ярым протекционистом национальных интересов России? Я слышал. У нас есть выдающийся общественный деятель, Калдарь его фамилия. Эй, да. И вот мне открыл глаза на то, что Менделеев оказывается не химией своей значим и знаменит прежде всего. Значим, как государственный деятель. Да, как государственный деятель, как автор целого ряда законопроектов по протекции интересов России, по стандартам, по метрологии и так далее. Именно, как это ни парадоксально, ни таблица, ни периодическая таблица, которую все считают верхом научной деятельности Менделеева, это было так, семочки. Не первая его научная работа, связанная с контракцией водно-спиртовых работ, водно-спиртовых растворов. Не последующие гениальнейшие работы по метрологии. Более того, он всю свою сознательную жизнь прожил в центре меры весов в российском. У него была квартира прямо там, в рамках этого института. Прямо в институте жил. Но самое важное, что сделал Менделеев, с его точки зрения, он умел делать... Он по вечерам занимался тем, что делал чемоданы, то есть рукоделил, делал чемоданы, и вот ему нравилось это как хобби. А самое важное, что ему удалось сделать для государства, это выстроить систему торговых помощи для российских производителей против экспансии товаров иностранных производителей. То есть, фактически, он был одним из очень ярких представителей торгового протекционизма, который, на мой взгляд, для страны, которая себя хочет защитить и развиваться является... Называется простыми словами русский экономический национализм. Это так называется. Ну, хорошо, пусть... Именно экономический национализм. Ну, не совсем русский. Дело в том, что российская империя, тогда это было и нынешняя Польша, и российского, да. Конечно, российский. Российский, да. В цель защиты интересов империи, своего государства и так далее. И вот кого вы думаете, я мог бы пригласить на разговор вот о протекционизме, о экономическом, о торговом протекционизме? Любого нынешнего или бывшего председателя экономической комиссии по бюджету из парламента, из предыдущего созыва. Потому что вы образованный человек. Ты знаешь, что все эти ставки, акцизы, макцизы и прочее... И в интересах... Вот когда они голосуют, я практически уверен, что им говорят, голосуйте. Но мало кто из нынешних депутатов, я так думаю, осознает, что на самом деле он делает. Я думаю, что большинство депутатов ни тогда, ни сейчас, они не читают цифры. И они не понимают, что за этими цифрами, какие процессы стоят, какие потоки и как эти потоки управляются. Потому что, вот простой пример. Группа мошенников убедила Воронина, что нужно ввести нулевую ставку налога на прибыль. В результате этого закона, который был проголосован, без там особых вопросов со стороны депутатов и со стороны профильной комиссии в том числе, и произошло то, что мы имеем сегодня, друзья. Вот этот экономический протекционизм группы ребят, которые хотели украденные в России деньги вывести из России через Молдову, через молдавскую банковскую систему, вот этот протекционизм, он привел к тому, что следующее поколение политиков, там, Филат, Плохотнюк и компания, и вся эта мелкая шушера, они... А что так, если у этих получилось снимать 0,2% от 20 миллиардов долларов? Почему мы вообще тупо не можем в лоб воровать? Потому что все молчат. И вот протекционизм уже на уровне назначения, на уровне создания списков партийных, на уровне назначения на руководящие должности, включая и в экономике в том числе. Это уже шло по принципу не меритократии, а по принципу, этот человек мне верен, этот человек мне предан, этот человек, у меня есть на этого человека шантаж, материала для шантажа, если нету, то он может быть опасен, потому что я не смогу решать свои грязные делишки. Вот такой протекционизм, преступление против народа. Кого мне все-таки поговорить о Менделееве пригласить? В том плане, в который вы хотите, я повторюсь только, любого, ну, если не хотите, председателя комиссии по бюджету, и тогда я член такой комиссии, лучше всего, ну, может быть, одного из заместителей, председателя правительства, который ведет отрасль, который, кого-то из отдела правительства, который готовит проекты бюджета, может быть, кого-то из Минфина, чтобы просто спросить, а вот проект бюджета, а вот почему вы здесь такую ставку сделали? А вы понимаете, что это? И разделивать, но не придут. Не придут. И в очередной раз Анатолий Федорович оставляет меня без будущего гостя на этой передаче. Нет, 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 так ты пригласи и нормальных людей. И вместо с этим нормальным человеком, в данном случае, комментируйте, комментируйте, что они делают, и называйте по фамилии. Вот я пригласил Георг Гансен, вот он придет сюда. Если не пришел, а почему? Алло, звони. Раздень их, раздень их, потому что пока еще ситуация позволяет. Потому что то, что ты говоришь, это просто страшно. Именно поэтому, из-за этого преступного протекционизма, протекционизм в данном случае коррупция, это абсолютная синонима. Протекционизм в данном случае и преступность, это абсолютная синонима. Именно из-за этого мы кушаем турецкие помидоры, пьем иностранный алкоголь. Это в Молдове, в Молдове убиваем национальную отрасль, в том числе, где ты специалист, выдающийся и так далее. Именно поэтому. Анатолий Федорович, вы тут меня захвалили, у меня сейчас уши выросли. Ты умный и хорошо образованный человек. Я не могу. Если бы ты был дураком, будь спокойным. Я бы тебе обязательно сказал это. Анатолий Федорович, я просто пару книжек прочитал в жизни, это не имеет значения. Уважаемые граждане, это человек серьезной научной работы, это человек серьезный педагогический опыт, практический опыт. Это человек строил, делал деньги в больших количествах, честные деньги. Уже нету. Но однажды один темный, черный столбик с России оставил его в этих туфлях, и еще что-то там у тебя оставил. Машина за 500 долларов. Ну, не только он через это прошел. Это тоже хорошая школа. А если серьезно, то ты задел очень интересный разговор. Пригласи, да, еще посоветуй. Я подумаю, пригласи, пригласи, и пусть люди узнают, что было. Потому что, ну, вот приходят, я смотрю, даже не знаю, как, ну, какие-то... Не ругайтесь, просто скажите, там, да. Ну, что он тебе скажет? Он нигде серьезно, никакую функцию не занимал. Никого серьезного образования в жизни он не получал. Ну, что с ним время терять? Что он тебе скажет? Возьми, пригласить серьезных людей. Толковых, образованных, которые знают, что говорят. И вот таким образом мы откроем глаза населению. Потому что, если я молчать буду, если ты молчать будешь, если он, она, и тогда... То тогда будет процветать наглый, беспардонный протекционизм. И мы опустимся на самое дно этой ямы, в которой мы сейчас находимся. Анатолий Федорович, большое вам спасибо. Да, конечно. Ваш пример очень показателен. И то, как вы слово ответственность приплюсовали словом протекционизм при том правильном меритократическом продвижении людей. Прямая связь. Которые действительно имеют способности, имеют желание и умеют, самое важное, имеют навык, имеют опыт, знания сделать что-то достойное для страны. Большое вам спасибо. Спасибо и тебе. Наша первая передача с тоталитати завершена. Анатолий Федорович, большое спасибо. И вам большое спасибо, что были с нами.